МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенду о Робин Гуде и его стрелах знают почти все. А вот что вы слышали о белой стреле? Есть версия, что в России начало 90-х так называлась некая тайная организация. Якобы создана она была из офицеров правоохранительных органов страны для ликвидации главарей преступных группировок. Без суда и следствия. Белая стрела. Правда или вымысел? Сегодня мы попытаемся в этом разобраться. Сентябрь 1994 года. В центре Москвы взорван и сожжен 600-й Мерседес. Вместе с машиной сгорел ее хозяин Сергей Тимофеев. В криминальном мире он был известен как Сильвестр, лидер Ореховских, одной из самых жестоких криминальных группировок столицы. Эта группировка положила десятки себе подобных. А потом главарь начал уничтожать своих подельников в группировке с тем, чтобы не делиться. По Москве тут же поползли слухи. Сильвестры убрали вовсе не конкуренты. Тогда кто? Неужели та самая Белая стрела? Таинственная организация, разговоры о которой наводят ужас на бандитов. Только в 1994 году в Москве произошло 500 заказных убийств. Самые известные жертвы – криминальный авторитет Атарий Кванторишвили, вор в законе «Глобус» и лидер Ореховской группировки «Сильвестра». Все убийства исполнены на высшем профессиональном уровне. Лихие 90-е. Этот журналистский штамп приклеился к постперестроечному десятилетию во многом из-за разгула организованной преступности. Многочисленные банды вели кровавую войну за передел сфер влияния буквально во всех отраслях экономики. По полторы тысячи трупов в то время – это только зафиксированных наемных убийств было. Именно в те годы в правоохранительных органах решили – с бандами должны разбираться особые подразделения. Так появились УБОПы – Управление по борьбе с организованной преступностью. Но мало кто знает. Был и другой, по-настоящему радикальный вариант решения проблемы. Его предлагал возглавлявший Совет безопасности России генерал Лебец. Ликвидировать уголовных авторитетов должны были мобильные группы из бывших десантников. Которые имели опыт реальных боевых действий в горячих точках. Американцы применяли сходную тактику во Вьетнаме. Ну, действительно, зачем заморачиваться с судами? Если у нас есть оперативная картотека, если у нас о некотором человеке есть раз, два, три упоминания, что он связан с Вьетконгом, дальше в рамках операции «Феникс» этот человек исчезал, его убивали. Когда Лебедь выступал по телевидению, сказал, обращаясь уже, видимо, к криминальному миру, сказал слово «бойтесь», «бойтесь», он сказал слово. И после этого, через какое-то время, начались убийства. Убийства воров в законе. И они происходили буквально через каждые три дня. У меня есть список этих людей, кого, значит, убили. Официально решительному генералу не дали провести свой вариант в жизнь. Тем не менее, на территории бывших республик СССР в очень короткий промежуток времени была устранена часть верхушки криминалитета. Убийц не нашли. Существует какое-то, значит, секретное письмо Лебедеву подготовленное, где чётко расписывается вот эта так называемая процедура по ликвидации вот этих преступных элементов. Известный актёр Сергей Маховиков часто снимается в криминальных фильмах и сериалах. Есть в его послужном списке и лента под названием «Белая стрела». Как раз о той самой таинственной организации. Когда я прочитал сценарий «Белая стрела», я согласился сниматься не раздумывая. Сам актёр, как и его герой, считает, зло должно быть наказано. И «Белая стрела» не худший вариант. Я встречался с офицерами, которые говорили мне о том, что существовала «Белая стрела». Это реальная история. Я так до сих пор и не могу сказать, была она или не была. Легенда о «Белой стреле», она существовала. И люди, более-менее приближённые к правоохранительным органам, они о ней слышали. Так легенда или нет? Вот любопытная информация. В январе 1999 года в Смоленске были задержаны начальник местного УБОПа Александр Ломтиков и 11 его подчинённых. Их подозревают в создании группы «Белая стрела». Начальнику Смоленского управления по борьбе с организованной преступностью предъявили обвинение в похищении и убийстве нескольких преступных авторитетов Смоленска. Их доставляли в какие-то места содержания. Там их допрашивали, применяли пытки. Кто-то из них потом был освобождён. Иногда за выкуп. Кого-то потом нашли тела. Чьи-то тела потом вообще не нашли. Бывший следователь, а ныне популярный автор Даниил Корецкий, написал свою историю «Белой стрелы». Как раз на основе Смоленского дела. Он изучил его по газетным публикациям. Вот был преступный авторитет, и вдруг стали уничтожать его окружение. А он стал писать жалобы во все инстанции, обвиняя правоохранителей в том, что вот они такую целенаправленную репрессивную деятельность ведут. Речь о главаре одной из смоленских банд – Тигране Петросяне. Именно он стал главным свидетелем обвинения в этом нашумевшем уголовном деле. Самого Петросяна задерживали за разбой, хищение, хранение оружия, но всякий раз ему удавалось ускользнуть от правосудия. Они мне сами многие говорили об этом, оперативники, что вот мы там несколько дней сидели в дождь, слякать, в засаде, там облаву проводили. А потом появляются вот типа адвокаты, которые раз-раз-раз, и люди, которых мы заезжали, они выходят на свободу. Зато теперь, когда арестовали целую группу матерых оперов, Петросян почувствовал себя героем. В лице Смоленского УБОП я хотел остановить машину смерти, и мне это удалось. Из интервью Петросяна смоленским журналистам. Правда, боевики из банды Петросяна продолжали исчезать. Чуть позже их тела находили в лесу под Смоленском. Но кто уничтожал бандитов на этот раз? Но ведь нет доказательства, кто нажал на курок, значит, это белая стрела, так называемая, или киллер, скажем, конкурента группировки какой-то, это же никто не знает. Следствие по делу Смоленской белой стрелы длилось два года. И закончилось еще одним удивительным поворотом. В августе 2000 года главный свидетель обвинения Тигран Петросян пришел в Центральное управление УБОПа и сделал неожиданное заявление. Белую стрелу придумал он сам. А все его подручные погибали от рук конкурентов, а вовсе не оперативников. Признание поставило крест на деле белой стрелы из Смоленска. Так неужели это действительно что-то вроде городской легенды? Это кадры из фильма «Антикиллер». Главный герой – бывший милиционер. Он убивает бандитов без суда и следствия. Чем не метод белой стрелы? Это люди, которые могут совершать какие-то поступки, которые, в общем-то, не совсем законны. Ну, в достижении своих целей. И все-таки режиссер картины Егор Кончаловский уверен – подразделение «Белая стрела» никогда не было. Об этом подразделении очень быстро все узнали, потому что информация просочилась. То есть я считаю, что это легенда. Но если это легенда, тогда кто и зачем создал ее? И почему она оказалась настолько живучей? Актер Сергей Маховиков часто играет офицеров и нередко общается с ними в реальной жизни. У меня большие связи, у меня очень высокие друзья. И я имею допуск иногда к таким вещам, которым обычно человек просто не допустится никогда. Он отлично помнит начало 90-х. Едва ли не самое мрачное время в истории правоохранительных органов. Нашу Петровку, МУР московский и питерский, ну, просто разрушали, целенаправленно уничтожали, выгоняли офицеров, истинных офицеров. Одни профессионалы увольнялись из рядов МВД, другие переходили на сторону бандитов. Были и те, кто совершал преступления прямо на рабочем месте. Таких позже стали называть оборотнями в погонах. Милиционеры были очень похожи на бандитов. Их очень трудно было отличить друг от друга. От таких же цепях золотых, там их всё такое. Ну, то есть, как повадки одни и те же. И так далее. Но не секрет, что они были часто связаны с бандитами, часто связаны с мафией. И вообще такое время было. Доходило до того, что бандиты без стеснения несли взятки генералам КГБ. Вот мне лично давали две взятки крупные. Ну, один раз от чеченских боевиков просто как в помощь была такая. Это называлось салат. Такая вот кукла, деньжи, там салат, потому что там разные купюры должны. 250 тысяч давали. Я прям тут же написал и в том, и в другом случае написал рапорт на имя министра. А бывало и с точностью, да наоборот. Когда сотрудники милиции пытались добиться справедливости любой ценой. Даже ценой преступления. Когда государство не выполняет свою функцию справедливой правозащиты граждан, вот тогда возникают самосуды. И будут возникать самосуды. Может быть, именно несколько таких случаев и легли в основу истории о белой стреле. Наверняка были такие люди, которые там без, так сказать, объединения, в некое спецподразделение, могли, так сказать, пытаться решать свои вопросы вот таким образом. То есть, так сказать, брать закон в свои руки. Но вот для государства создавать и содержать мощную и разветвленную структуру, по мнению Кончаловского, было нереально. А уж тем более, сохранять при этом конспирацию. Очень трудно было тогда удержать тайну. Потому что все преступные сообщества, которые были в Москве, они были связаны с милицией, так или иначе. Я это знаю не понаслышке, я просто присутствовал при встречах сам лично. В любом коллективе невозможно, чтобы все были абсолютно с одинаковыми убеждениями, с одинаковыми целями, с одинаковым там, например, кошельком. Всегда какие-то возникнут трения, да. А когда возникает трение в таких организациях, это всегда выплывает наружу. Так кто же породил историю о белой стреле? Большинство бывших и нынешних сотрудников силовых ведомств не сомневаются. Это вымысел самих бандитов. Одни запустили слух, другие его поддержали. Писатель и сценарист Андрей Кивинов опубликовал десятки криминальных повестей. А вот о белой стреле так и не написал. Он реалист, а не фантаст. Я вообще эту тему практически не использовал никогда в литературе, потому что, опять-таки, это миф. И использовал только в качестве, ну, какой-то шутки Хохмана. Всегда пародировал эти вещи. Но вот что любопытно. В существовании этого мифа были заинтересованы и сотрудники органов. Органам правопорядка всегда было выгодно. В данном случае нагонять таинственность, будешь сильно беспредельничать, и тебя пристрелят. А вот организовывать и поддерживать тайное общество – совсем другое дело. Куда разумнее просто не вмешиваться в бандитские войны. Представьте себе, на фоне массового убийства друг друга, зачем создавать эту стрелу? Для того, чтобы получить пожизненный срок? Или расстрел тогда не был отменен еще? 28 июля 2009 года. И еще одно громкое преступление. Покушение на Вячеслава Иванькова. Известного вора в законе по прозвищу Япончик смертельно ранили в живот на выходе из ресторана. Умер он через полтора месяца в одной из частных клиник Москвы. Кто-то из журналистов сказал, говорит, а возможно это белая стрела, потому что снайпер стрелял очень искусно. Он там вложил буквально пулю в пулю, и там не убив, а именно ранил. Но, пожалуй, это последняя акция, которую приписали охотникам на бандитах. Да и это было больше похоже на мрачную шутку. Справедливость восторжествовала, и, соответственно, органам и приписывают ликвидацию того или иного потенциального сидельщика, который смог уйти от закона, избежать наказания. Но в силу каких-то других иных разборок его находят мертвым, это всегда греет душу. Актеру Сергею Маховикову и сегодня часто пишут по поводу белой стрелы. Особенно после повторов одноименного фильма. Это простые и убедительные послания. Их текст практически всегда одинаков. СМС-ка заключалась в одной фразе. Хочу вступить в белую стрелу. Вот вам ответ. Верим мы или не верим. Многие хотят в это верить, что такие организации есть. Что зло будет наказуемо в любом случае. Может быть, самой организации и не было. Но отдельные люди, которых можно было назвать белая стрела, были и будут. Так что, бандиты, не расслабляйтесь. Интересно, что история Смоленской белой стрелы в 2000 году не закончилась. 21 марта 2002 года, в день своего рождения, во время утренней пробежки, был убит бывший заместитель начальника Смоленского УВД Александр Пантухов. Он был одним из фигурантов того самого скандального дела. После этого я бы не стал утверждать, что белая стрела – это придуманная организация. Редактор субтитров А.Семкин